Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Ху, пара за рта идёт! Сегодня 15 мая, у нас погода вообще, светопредставление, всю ночь шёл дождь, потом начался снег, и даже, сейчас покажу, в некоторых местах он даже и не тает, потому что температура, вот сейчас днём около нуля, пара за рта, ночью был, наверное, немножко минус, и вот видно, что вода, а на поверхности воды вот этот вот снег, плёнка льда со снегом даже не тает, значит, наверное, где-то около нуля. Очень жалко, конечно, все вот эти вот у нас, видите, там груши цветут, для них это не очень хорошая погода, температура, не говоря уж о том, что жалко и цветы, конечно, но я сюда подошла не из-за цветов, конечно, хорошо, что не поленилась, укрыла всё полиэтиленом, труды не напрасны были. Видите, как внутри, там, это даже ещё не под плёнкой, там же ещё не тканка, как растения надышали, и всё там вспотело, вот эти капельки. Когда вот такие капельки, мне очень нравится, потому что это верный признак того, что там всё-таки намного теплее, чем на улице, раз на плёнке появляется конденсат. Это уже проверено, потому что почти каждый год так делаем, у нас вот эти перепады, качели, то плюс, то минус, то метель, ежегодно, и приходится запаковывать ранние посадки. Один раз у меня, знаете, как было, высадила так же рано, высадила маленькими, ну, как обычно, там 5-6 листьев. И вот долго, холод и холод, холод и холод, ну, то снег, то какая-то, то заморозки ночные. Я долго не открывала, почти до самого июня. И вот когда открыла, вы представьте, что там, они не теряли время зря, они там разрослись, зацвели, кто-то уже, какие-то из них уже отцвели, и маленькие плоды висели, и там такое сплошное, вот, как, единственный недостаток был, что они, конечно, вырастают, и они начинают заваливаться на бок, они все завалились, и стволики были корявые, они же заваливаются неровно, а кто так, кто так, и завалившись, они выпустили корни и приросли к земле. Вот я их от земли ножницами отстригала, вот эти корни длиннющие, потому что мне же их надо стоя, колышку поставить, и они в этот год были корявые, но зато были очень ранние томаты, потому что пока мы вот ждали, чтобы другие высадить, остальные пока было холодно, пока было, что они подросли, они зацвели, они там завязались, потому что им же не нужно никаких опылителей, не знаю, каким чудом они там завязались, но когда я открыла вот это укрытие, и там у меня была готовая плантация томатов, уже даже с плодами. Так что вот я, посмотрев вот на эти запотелые такие вот, вот эти укрытия мои, я вижу, что там у них хороший микроклимат, они, конечно, растут в это время, не сидят они на месте, не ждут, когда я их открою. Единственная проблема, сейчас вот эти два озера надо как-то убирать, как еще не могу придумать, наверное, ковшик надо идти брать и отчерпывать. Вот это дождь постарался у меня. Все, конечно, смотрите, вчера я говорила, что последняя будет холодная ночь, но синоптики, как всегда, удивились. Сегодня, посмотрев прогноз, я посмотрела и увидела, что отодвинули еще на три дня. Еще и завтра холодная ночь, и послезавтра холодная ночь, ноль минус один, еще на три дня отодвинулось вот это похолодание. И я посмотрела, до самого 18 мая у нас будет вот такая вот температура, когда вот даже без варежек выходить холодно в огород. Ну, конечно, печалька, будем ждать тепла. В это время бы им бы уже расти, конечно, она перерастает, рассада вся, она вытягивается. И я думаю, что вот тем, которых я высадила в ранние сроки, они будут выглядеть лучше, чем те, которые сейчас ждут своей очереди. Все, до свидания. Несмотря ни на что, унывать не нужно, все равно хорошая погода будет. И посмотрите, какое у нас солнце сегодня. Вон пятнышко. Оно чем-то заволоклось, то ли где-то сильный снег идет, вообще, как в какой-то в этом, в тумане. Это значит, что еще не скоро будет у нас тепло. Ну, ничего, подождем. Все. Субтитры сделал DimaTorzok